Друзья, всем привет! Сегодня на основном своем канале Шапошников Ньюс я публиковал обзор о том, что произошло сегодня в Украине. Это подразделения Белецкого зашли в поселок Золотое и тем самым мешают реализации этой так называемой формулы Штанмайера, которую подписал Владимир Зеленский, президент Украины. И я хотел бы дать более расширенный комментарий. Обязательно, конечно, посмотрите мой обзор, чтобы понимать, что, собственно, произошло. А сейчас я прокомментирую, выскажу свое мнение в этом видеоролике. И, как я уже отмечал, что сейчас Арсен Аваков фактически захватывает власть в Украине. Он ставит Владимира Зеленского на колени и показывает, что именно он является главным в Украине. И только через Авакова нужно решать все вопросы. То есть, в чем вообще суть конфликта? Смотрите, Владимир Зеленский говорит, что было заключено соглашение, нужно разводить войска на этой линии разграничения подальше. То есть, отходить назад. Та сторона отходит назад, наши позиции отходят назад. Я не поддерживаю этот вариант развития событий, поскольку считаю, что на данном этапе еще рано это реализовывать. Не говорю, что это не нужно вообще реализовывать никогда. Говорю о том, что рано. Нужно провести подготовительную работу. Так вот, поскольку Владимир Зеленский решил это делать сейчас, прямо в данный момент, что Аваков придумал? Дело в том, что он понимает, что если будут разведены эти войска, какой-то будет реализовываться план, переговоры, надобность вообще в самом Авакове какая? Зачем вообще Аваков в Украине? Да, то есть, ну, сейчас понятно уже, что Авакова нужно убирать, то есть, он испортил полностью свой рейтинг. И тут Аваков придумал фишку, ради которой Авакова нужно оставить, или он даже вынудит Зеленского оставить Авакова навсегда министром МВД. Почему? Потому что он запустил на линию разграничения свои подразделения Белецкого национальный корпус. И сделать с ними ничего нельзя, они будут там находиться. До того момента, как они будут там находиться, реализация формулы Штанмайера невозможна в принципе. В принципе невозможно. И теперь Зеленский, чтобы реализовать эту формулу Штанмайер, чтобы там встретиться в нормандском формате, вести переговоры с Европой, с США, с Россией, он должен спросить разрешение у Арсена Авакова, а можно ли, чтобы Белецкий покинул территорию Золотого и совершил этот разговор. Аваков говорит, нет, не можно. А Зеленский говорит, а почему? Аваков говорит, а потому, потому что я хочу быть министром МВД. Ты сейчас подписываешь приказ, какое-то соглашение заключаем, неважно, даешь команду депутатам, и я остаюсь министром МВД на следующие пять лет. Вот. Не так, как нам же обещали, да, через полгода Аваков, типа, нет. Аваков говорит, хочешь так, значит, будет так. И он оставляет Белецкого до того момента, пока Зеленский не пообещает, не подпишет какие-то соглашения, не сделает все, что хочет Аваков, и только тогда Аваков скажет, ну ладно, типа, расходимся, реализуем формулу. Понимаете, то есть реализация формулы Штанмайера зависит только от одного человека, это Арсена Авакова. Только от одного человека, это Арсена Аваков. И у него сейчас эта вот козырная карта, и он может шантажировать всех этой картой и требовать, чтобы его оставили министром. Помните, когда были выборы президента Украины, то когда были акции Порошенко, он ходил по своим городам, ездил, да, то есть проводил свою информационную кампанию избирательную, то его преследовали национальные дружины Белецкого. Вот конкретно именно Порошенко, не Зеленского, никого, а именно Порошенко, вот они по пятам ездили за Порошенко. И там выставляли кордоны полиции, эти национальные дружины били полицейских, и Авакова спрашивали, типа, а что ты, ну, типа, предпринимаешь? Аваков говорит, ну, типа, это же народное восстание, мы не можем, там, то, сё. В общем, они постоянно нагнетали эту ситуацию, Порошенко не смог, не мог реализовать, как бы, свою избирательную кампанию, он просто покидал город и уезжал, и всё, на этом всё заканчивалось. То есть, тем самым, фактически, Аваков мешал Порошенко проводить избирательную кампанию с помощью этих национальных дружин. И в Европейском Союзе было сделано заявление, там, Г7, да, там, или что там, они сделали заявление, что прекратить использовать радикалов в Украине и призыв к Арсену Авакова, потому что, ну, хватит, вы уже, как бы, ну, чересчур уже. И тогда Аваков дал команду, и Белецкий сразу же заткнулся. Всё, резко прекратились все какие-то акции, и больше Белецкий нигде с ними над дружинами не появлялся. Понимаете, в чём-то? То есть, действие Белецкого на 100% зависит от одного человека, это Аваков. И Белецкий поехал в золотой именно по указанию одного человека, это Арсена Авакова. И только Авакова может дать команду Белецкому по аналогии, как он дал на выборах, уйти из золотого. И сейчас Зеленский, получается, а где СБУ? Вы видели там работников СБУ? Потому что, если Белецкий захватил города, то почему СБУшники не пришли, его не разблокировали? То есть, получается, Зеленский не контролирует ни МВД, ни СБУ, даже ВСУ не контролирует. А на ВСУ сидит генерал Хамчак, это человек Коломойского. И Хамчак будет делать только то, что ему скажет Коломойский. А с Коломойским-Соваковым идёт полное взаимодействие, то есть они будут действовать согласованно. Зеленский вообще ничем не управляет. Вообще ничем не управляет. Понимаете, в чём прикол? И сейчас фактически вот эта мафия, которая имеет, Народный фронт партии имеет нулевой рейтинг, они вообще никакого рейтинга не имеют. Они по факту, то есть по факту являются главными сейчас в Украине. Не Зеленский, а Арсен Аваков, Коломойский и всё его окружение. Понимаете, в чём прикол? И вот как с этой ситуацией бороться? Когда Зеленский стал президентом, ему нужно было же в первый же день потребовать отставки Авакова. Ему нужно было, став президентом в Верховной Раде, отставить Авакова. Сделать переворот, вот знаете, вот заговор, который сделал Аваков, сделать переворот в этом заговоре, убрать Авакова, расставить своих людей. То есть в один день, да, вот ночь там длинных зелебобиков. И убрать Авакова со всех постов. А сейчас, получается, они его оставили. Аваков полностью переназначил всех. Трояна там назначил, да, этого, блин, Князева, там, Зорян Шкиряк, Чеботарь. Все это, вся эта команда осталась. Никто не сел в тюрьму, Абройский не сел в тюрьму, да. Они хоть и отставили Абройский, но Абройский же сейчас, как в резерве находится, его поставили там ректором университета. Если что, его назад вернут очень быстро. Никто из Аваковских не сел в тюрьму, потому, хотя Аваковские, они все преступники. Ни один человек, ни один человек Аваковский не сел в тюрьму, и даже никто не пытается, никто даже дело не открывает, понимаете. То есть, фактически, Украина управляет мафией Авакова. И сейчас, посмотрите, вот эти вот кадры, когда Белецкий бьет, нападает там на армию, на национальную гвардию, которая стоит на блокпостах, то покажите эти кадры сейчас, допустим, по CNN, по Fox News, покажите в Европе, на европейских телеканалах. Они скажут, да не за голосом, ну что, в Украине там же полный беспредел. Там же вообще, ну, какая-то банановая республика. Они скажут, с кем вы вообще имеете дело? Они скажут, да идите вы нахрен, идите вы нахрен и этот вот. Аваковы нужно сохранять вот эту вот дестабилизационную ситуацию, да, сохранять постоянный беспредел, чтобы быть, возглавлять этот беспредел, с ним бороться и одновременно возглавлять, да, то есть, как бы создаем проблему, решаем и доказываем свою нужность. То есть, помните, вот Зеленский недавно говорил, что он хочет забрать у Авакова национальную гвардию. Аваков проводит акцию на мосту, мост-метро, да, то, что делал обзор. Кто сейчас об этом говорит? Да забыли все об этом. Акцию провели, Зеленский обосрался. Национальную гвардию больше не забирает. Где забирание национальной гвардии? Нет больше желания у Зеленского забирать. Потому что Аваков сказал, в следующий раз ты, Зеленский, будешь ехать по мосту, и там будет уже не муляж, да, типа слова, а там уже будет настоящий. И все, Зеленский сидит в усаре, он уже не знает, что ему делать, он реально перепуган, он боится по мостам теперь ездить. Зеленский не управляет вообще страной никак, от него ничего. Смотрите, Аваков сегодня устроил этот беспредел. Где заявление Зеленского? Где заявление президента Украины? Вот представьте, я был президентом Украины, да, у меня есть какой-то план, неважно, но есть план, предположим, абстрактный план. Я его сказал, я буду его реализовывать, как государственный глава. И тут в моей стране какие-то банформирования, захватывают города, там убирают официальное правительство, да, то есть смещают. И я такой сижу там с Томом Крузом где-то хожу, знаете, такой типа, да все нормально, где заявление на Фейсбуке, где заявление по центральным телеканалам? Не допущу, накажу, где вот это вот, как он говорил, там, убегайте, то, что он писал, там, убегайте по этим, по глуховере. Ну и кто убежал? Все, кто прикрывал глуховерию, это Князев, Аваков, они видео, это Жуков не публиковали. Они что, убежали? Где вообще дело по глуховере? Где развитие, где посадки, где задержанные? Я же писал заявление, вам предлагал писать. Где ответы на эти заявления? Нет, ничего, потому что Зеленский просто ляпнул языком, там, убегайте, типа, все такие, вау, у нас какой-то президент с яйцами. Обосрался ваш Зеленский, обосрался. Стоит сейчас на коленях, Аваков ему дают указания. Ты будешь делать так, так и так. Ничего без Авакова нельзя в Украине решить теперь. И я вас предупреждал, это беда страшная, что вы сделали. Нужно было Авакова в первый же день убирать. Когда Авакова оставили в 2014 году, назначили, я сказал, Авакова нужно убирать немедленно, пока еще он не окреп. Я тогда еще был в Америке, я говорил, что вы делаете? Кого вы назначили министром МВД в 2014 году? В марте 2014 года. Я же предупреждал вас всех, что так и будет. Меня никто не слушает. Никогда меня не слушают. Всегда, ну мы лучше знаем. Опять Авакова оставили. Вы лучше знаете. Ну и что вы добились этим? Вы сейчас фактически назначили Авакова президентом Украины. Вот это является проблемой. Я хочу, чтобы это люди знали и что-то предпринимали, как-то требовали своего президента, хоть каких-то действий. Президент, выйди в народ, объясни, что происходит.